На отсутствие качественной дороги пожаловались и жители деревни Новая Слободка Золотухинского района. Ее население около 120 человек. Почти половина из них – пожилые люди. Ну, сами понимаете, это грунтовка. Не проехать ни скорой помощи, не подвезти продукты. Там также и дети проживают. Может быть, автобус будет ходить, забирать детей в школу. Строить дорогу в деревню уже начали. Сделали песочную насыпь и уложили щебенку. Жители надеются, что вскоре появится асфальт. Контракт у нас уже заключен или подключен? Есть уже контракт. И раз заключен контракт, значит, уже в середине лета, и при обеспеченности финансирования у нас это запланировано, значит, все работы должны быть выполнены. С похожим вопросом пришли жители деревни Малый Каменец Большесолдатского района. Одна улица, улица осталась не асфальтированная. Но там живут бабушки, и вот им нужен подъезд. Улица находится на холме, и перебираться очень трудно, особенно если дождь пройдет, если снег. 3,8 километра мы закончили уже. Вот первый контракт на сумму больше 40 миллионов, ну, 42 миллиона. А по проезду по улице Абиссиния контракт заключен с Уджанской Дерсу, контракт заключен трехлетний, этот год второй. Там же, в Большесолдатском районе, помощь требуется с ремонтом памятника героям, павшим в годы Великой Отечественной войны. Эти солдаты, которые там захоронены, они освобождали наш район, защищали нас. Этот памятник, он стоит в центре парка у нас. Большой, он и красивый, но он требует ремонта. И поэтому я хочу попросить, чтобы нам помогли. Он давнишний уже, он давно стоит. И мы просто боимся, что когда-нибудь солдат просто разрушится. Но перед реконструкцией нужно провести экспертизу. Ее результаты будут известны уже в этом месяце. В рамках федеральной программы увековечивания памяти погибших есть небольшие клавианы, на которые мы можем пойти. То есть, она включает в себя в том числе и благоустройство. Но будем рассматривать, каким образом делать непосредственно сам памятник, а благоустройство заходить в рамках другой федеральной программы адресной формирования комфорта и гороскопа. После получения экспертизы, Роман Стравоид обещал посетить Большесолдатский район, чтобы посмотреть объект. И поздравить с наступающим Новым годом проживающего там ветерана Курской битвы. Дина Горяйнова, Максим Леонов. События дня.